итак огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим не виделись с вами уже сто миллионов лет да вот такая вот грустная история ну как грустно может быть даже веселая сейчас очень как бы снизилась активность людей в сети потому что это связано с тем что люди собственно говоря живут да они сидят где-то своих клетках заперти а живут кто на море кто на даче лето все стараются активно проводить время я в принципе эту тенденцию поддерживаю придет опять это осень это зима и мы как говорится еще успеем насидеться перед экранами телевизоров компьютеров ноутбуков и телефонов поэтому да чё горевать как говорится вы гуляете я гуляю канал значит пустует такое вот затишье так что что случилось а статья сегодня 5 сложными волосами и сушить что либо бесполезно пусть так и будет как бы да вот это вы скажете чё это как как это как будто корова лизнула меня на своим влажным большим языком прилизывая такая вот я такая призна потому что все мокрая мокрые волосы что я могу сказать моя миссия так сказать намеченная на этот месяц провалена где-то процентов на 40 я конечно немного не довольна собой но себя скажем так частично оправдываю конечно типа оправдываю что так так вот как-то атмосфера не способствовала каким-то продвижением месяц начала очень хорошо очень активно по всем фронтам и вот под конец что-то я прям под сдулась под сдулась месяц практически заканчивается сегодня 23 число да еще один месяц лета просвистел как пуля над головой что сказать жарко у нас жарко по-прежнему держится жара но когда смотришь на те вообще-то ужасы которые по всему миру происходят наводнение думаешь ладно пусть лучше жара пусть лучше жара чем наводнение и твой дом куда-нибудь смоет ты получишь какой-то неописуемый ущерб моральный и материальный это очень страшно потому что вот эти кадры которые там из китая из германии некоторые российские города уже стало затапливать подтапливать это прям ну жуть это это страшно это просто не подлежит никакому вообще принять то есть я когда это смотрю для меня это знаете как кадры какого-то ужасного фильма невозможно это в голове как-то уложить как ты это принять как это люди принимают до у которых тогда масс мыло водой у которых близкие погибли это и это ли мне вообще не понятно поэтому может быть лучше пусть одно там там 38 говорится под 40 ничего страшного главное нас не смыл хотя переносится тяжело но в плане я такая вся бодрюсь, а организм иногда мне говорит, я устал, хватит, пожалей меня, пожалей меня, дай мне покой, просто посиди на месте, не надо ничего делать, потому что иногда просто встаешь или как-то резко поворачиваешься и в какой-то момент просто такая темнота в глазах, знаете, в моей вселенной погасили свет, такая темная пелена и такая волна жара прокатывает. по всему телу, с ног до головы, и как будто бы, знаете, такой клуб, клубы-пары такие, пшшшш, вот такие примерно ощущения, то есть вроде ничего-ничего, организм в каком-то балансе держится, а потом вот такой резкий вдруг кризис и прям пшшшш, и темнота в глазах. Эта неделя вообще бесячая, бесячая какая-то неделя, следующую неделю я ни в коем случае так не проведу, как эта неделя, потому что меня, во-первых, бесит готовка. У моего мужа, знаете, критический дни, на этой неделе у него критический дни, то есть на прошлой неделе он был такой суперчувствительный, ой, так жарко, ну что ты, не надо, не надо готовить ничего сложного, то мы там что-нибудь попроще поедим, то закажем, то попроще поедим, ну, короче, надо, не надо, там жарко. Ну, я думаю, это не только ради меня такие старания, я думаю, отчасти это потому, что с кухни валит жар, когда я готовлю, и он распространяется в гостиную, и дальше по дому. То есть, когда готовишь на кухне в такую жаркую погоду, кухня превращается просто в какой-то филиал ада, филиал ада, прям там всё закипает, такой жар неистовый. И, наверное, с этой точки зрения, он просил, как бы особо там не парится по теме готовки, там что-нибудь попроще, либо вообще там что-нибудь закажем, по публикатике, по-быстрому приготовим, то там поможет, да, то ещё что-то. Или типа там, ну, ты готовила, а я помою посуду, то есть такой какой-то распределить, прям он так жалел меня, прям там берёг что-то, что-то, и так жарко. Спрашиваю, как мне дома, не тяжело ли мне дома сидеть, с ней жарко, а на этой неделе он просто всё, знаете, вот у женщин критические дни, он что-то вот там весь сам в себе, вот какой-то весь нервный. Ну, на мне это как бы особо не сказывается, это чисто его, да, вот наблюдаешь за этим процессом, он нервный, абсолютно чёрствый, знаете, уже не волнует его, что мне там жарко, мне не жарко на кухне, не похудел ни на грамм. Вы понимаете, люди в жару худеют, не похудел ни на грамм, он на работе ещё много ест, у них большие комплексные обеды, очень разнообразные, каждый день разные минуты. Ну, и дома приходит такая жара, ой, жарко, жарко, а давай есть, есть, давай, я так голый, боже, как можно обжираться в такую жару, но он обжирается, и вот вообще ни на миллиграмм даже не похудел. То есть в основном сейчас возле плиты жарюсь я для него, жарюсь я для него, потому что я в жаркую погоду есть не могу, и вообще я считаю, что вот та волна всяких там пищевых отравлений, которые каждое лето случаются, она связана не только с тем, что там кто-то что-то несвежее съел, а связана просто с тем, что когда очень жарко, и температура тела повышается, и у тебя буквально ты начинаешь бродить, да, всё, что ты съел, начинает у тебя бродить при такой жаре, и естественно возрастает вот эта масса вот этих бактерий в твоём кишечнике, из-за чего у тебя могут случаться там какие-то расстройства, какие-то вздутия, какие-то несоварения, то есть в буквальном смысле от жары кишки закипают, и вся содержимая желудка, и поэтому зачем потворствовать размножению вот этой вот негативной микрофлоры в своём кишечнике, обжираясь в жаркую погоду, я ем что-то лёгенькое, такой, знаете, овощи, фруктики, был бы сыр, ещё бы сыр ел, но тут сыр это пипец какое дорогое удовольствие, конечно, девочки, во-первых, что-то и выборка-то не очень большой, ну вот в супермаркетах, я не знаю, где-то, может, есть специальные магазины, но в супермаркетах реально такой очень секундный выбор, какие-то жалкие маленькие кусочки этого сыра, цена бешенючая, вот я бы посидела на такой сыр на овощных диете, знаете, чём-то лёгеньким питаюсь, и вот активно я живу рано утром, рано утром я встаю, у меня такой супер активный период в жизни, и где-то после 11-12, видимо, как сводает температура, я могу это там поесть, так поплотнее, вот, а это вот прям всё. Ну и бесячка у него просто какая-то вот нервный, он за эту неделю раза 4 или 5 раз ударился об угол кровати ногой, он раскроил себе просто все ноги, понимаете, этим углом кровати, просто одна нога у него вспорота, вторая вспорота, весь на этих ранах кровавых, так хочется сказать, ты шо вообще сдурел? Ты шо сдурел, ты с кого дружишь, как можно напарываться на этот угол, я не знаю, 4-5 раз за неделю, ты вообще смотришь, куда ты идёшь, или что, у тебя всё уже, крышняк отъехал. Ну, в общем, так, да, весело. Я и сама на этой неделе такая, знаете, нервная немножко, поэтому в следующую неделю я хочу однозначно провести как-то иначе, что сделаю, с хитрюю скажу, объявлю, что в следующей неделе у нас неделя диеты, и мы будем питаться очень лайтово, что-то очень лёгенькое, что-то очень такое в миске клаварии, что-то не надо долго готовить и плиты, что мы, много мы гуляли, конечно, по вечерам. Я вытаскиваю, нужно погулять, потому что он вообще не хочет, вообще не хочет. Он мне часто говорит, ну, ой, я дедушка, я дедушка. Так хочется сказать, если ты дедушка, блядь, какого, блядь, дедушка ты? Женился дедушка, может быть, тебе надо было в дом престарелых записываться уже, если ты дедушка. К чему это? В том смысле, что я не люблю, когда люди потворствуют своим слабостям. Блин, у человека должно быть какое-то адекватное восприятие себя и какая-то вообще минимальная, не знаю, как это назвать, гордость или самоуважение. Самоуважение, да? То есть у нас вообще, сниму на эту тему отдельное видео про, не знаю, как это назвать, ну, придумаю название, короче, про вот эту моду на, не повысить этого слова, ущербность. То есть у нас реально сейчас в моде говорить о всех своих каких-то там проблемах физических и прочих. И не с точки зрения какой-то проработки или критики, самокритики, а с точки зрения того, что вот я бедный и несчастный. Да, раньше за это стыдили, типа, ты молодая там, или ты молодой, такой молодой мужик, а уже там, или такая молодая девушка, уже вся разваливается, уже вся там, ля-ля-ля, соберись, соберись, тряпка, да? То есть сейчас общество абсолютно это не порицает, и сейчас модно будет там своих болеен, чем-то болеешь, что вот там у тебя в 30 лет уже сил нет, там ты разваливаешься, как старая телега. То есть мы, как бы, это перестало быть, что ли, стыдно, да? Если раньше там у старшего поколения в моде было хорохориться, и говоришь, о, знаете, сколько мне летит? Знаете, сколько мне летит? А мне уже 95 лет, а я, смотрите, я там на детской площадке, значит, на турнике подтягиваюсь. То есть я росла в этой атмосфере. Я вот вспоминаю там то время, когда я росла. Именно такой контингент меня окружал. Я выходила, например, на детскую площадку, выходила в соседний сквер-парк гулять, где были бабушки, которые занимаются этой ходьбой с палкой, я не знаю, как это называется, скандинавская ходьба, где были вот эти какие-то дедушки, которые подтягивались на турниках, и которые очень любили хорохориться, и говорить, что вот, посмотрите, мы какие, да? Вот сколько нам лет, а какие мы? Ты нас там ничем не перешибешь. Ещё могли кучу дать советов, что там от чего, какие травки, даже угостить каким-то там, знаете, чаем, там дать. Вот это вот заварить, это очень вкусно. Помню, в гости даже к одной бабушке ходила, она мне заваривала какой-то супер уникальный там липовый чай с какими-то там её секретными ингредиентами, которые она мне не рассказала. Что-то там, прям какие-то добавки тоже травяные. Оладушки с мёдом, и типа вот ешь это, и ты будешь там суперздорова. А, ещё печёное яблочко, да. И вот, да, то есть был тренд к тому, что вот мы сильные, мы такие, мы это, мы то, а сейчас такой тренчатый, вот мне 30 лет, у меня тяжелейшая патология мозга, и я перестала думать, да, но это шутки, конечно, не обижайтесь, не обижайтесь, но вы понимаете, наверное, о чём я говорю. Многие в себе, может быть, это замечают, или в каких-то окружающих, что очень много вот этих каких-то жалоб на своё физическое состояние, на свою немощность в реализации каких-то планов. Я понимаю, когда есть объективные обстоятельства. У абсолютно у всех людей есть периоды, когда входишь в какой-то кризис, когда стоп навалилось, стоп навалилось, но это объективные обстоятельства, то есть это можно обозначить конкретными словами, конкретными понятиями, которые каждому близки, да, там, например, денег нет, там, какие-то бытовуха какая-то заколебала, что-то там протекает, там это, там же это, тут соседи затопили, что-то, это проблемы, там, в школе у ребёнка проблемы, что-то там с мужем разладили, это какие-то там, не знаю, дела не решаются, стагнируют, то есть по каким-то объективным причинам для тебя независящим. Это всё понятно, то есть это у любого случаются такие в жизни моменты, когда, ну, происходят вот такие вещи, и это объективные вещи, да, но когда ты просто весь такой, как бы, расхлябался, 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 как рубашка на груди сутенера, да, то есть вот так вот, и тут волослятка пошла, когда ты расхлябался, как рубашка на груди сутенера, и ты не можешь себя собрать в кучу, и ещё, как бы, начинаешь всем про это постоянно рассказывать в надежде, не знаю, на что, да, то есть реально у многих людей прям вот какая-то пошла на то, чтобы поговорить о том, какие они там хилые, больные, хворые, где будем взять силу для жизни, при всём при том, что люди очень молодые, да, не стыдно стало в этом, как бы, признаваться, почему, почему бы, почему нет вот этого азарта, да, как у стариков, типа, ох, да я там до 100 лет буду там в хорошей форме, нет, нет азарта, наоборот, какая-то покорная, знаете, покорная покорность, то есть, да, я разбаливаюсь и буду разбаливаться, нет, это не моя вина, нет, это не, не, что я, что я могу сделать, что я могу сделать, что, 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 ну что, что, что я могу сделать. То есть я тоже не могу сказать, что я, знаете, прям суперздорова, но я, как вы заметили в своих видео, практически на этом не акцентировала никакого внимания, Когда моя мама болела раком, онкологией, у нее какие-то очень странные анализы крови, и у нее спрашивали, а что у вас вообще с кровью? У вас есть какой-то диагноз? Она говорит, нет, я ничего не знаю. Но мама по врачам особо никогда не ходила, то есть у нее реально была какая-то странная кровь, и вообще не понимала, как человек с такими показателями живет. И, кстати, да, то есть по всей видимости, какая-то вот эта аномалия, она сказывалась на ее жизни, потому что она очень часто говорила, что сил для жизни абсолютно нет у нее. И, видимо, это что-то наследственное, что передалось ей мне, потому что действительно особо нету этих сил для жизни, несмотря на то, что я живу полноценно, на полную катушку стараюсь жить, сил для жизни особо нет, честно говоря. То есть, как описать это состояние? Сколько бы ты не ел, энергии не прибавляется. Сколько бы ты не спал, энергии не прибавляется. Сколько бы ты там не отдыхал, не расслаблялся, энергии не прибавляется. То есть, ты всегда как будто бы немножко хочешь спать, как будто бы немножко устал или утомлен. Всегда. И я с этим состоянием как-то научилась жить и даже свести к минимуму. научилась даже не обращать на это внимания. То есть, я просто научилась подстраиваться под свой организм, чтобы не терять в качестве жизни. Потому что, да, я понимаю прекрасно людей, у которых реально управляются за вторым. Так, возвращаясь к моему любимому, что да, действительно, хох, Лена, блин, ты такой молодой ещё кабан. Чё ты, блин, творишь? Зайнись своим телом. Ну, ему врачи говорят, что надо похудеть, потому что нагрузка идёт на ногу. Как вы помните, он в прошлом году сломал ногу. И эта травма как бы далась о себе знать. Нога снова начала болеть. И, как я уже поняла, начала она болеть не просто так. За то время, пока меня не было, он набрал вес. Причём по-свински. Очень по-свински набрал. То есть, просто как, я не знаю, это хрюша какой-то. И, естественно, вот этот лишний вес, это же нагрузка на суставы и так далее. У него начала болеть эта нога, он стал ходить на терапию. Терапия, кстати, прикольная очень. Чё-то ему банки какие-то ставили, знаете, иглоукалывание. Корея, да? Какие-то, как говорится, и традиционные, и нетрадиционные. Современная медицина, и вот такая вот традиционная. Батки, иглоукалывание. И вообще врач сказал, что, конечно, надо будет схуднуть, потому что вес даёт нагрузку как раз-таки на вот эту ногу. И это логично. Как тебе вообще там всё могло срастить, как-то адекватно пойти в норму, если ты, извините, кабан, и всем этим своим весом давишь на ногу. Кстати, с точки зрения какой-то эстетики, привлекательности, меня эта тема не колышется. То есть, я его изначально в мужья брала, такого пухленького, и меня не скучают с точки зрения эстетики. Пухленькие люди совершенно нет, наоборот, очень нравятся. Но с точки зрения здоровья, извините, когда ты понимаешь, что тебе это уже вредит, то надо как бы худеть. Извините. Извините. Потому что в контексте семьи, мне кажется, тема здоровья — это не только твоя личная тема. Извините, да, если ты как-то не очень относишься к себе, потом расхлёбывать это твоим родственникам, да? Твоим родственникам это расхлёбывать. То есть, уважение к семье — это когда ты стараешься максимально осознавать то, что ты нужен семье, что ты не должен быть бременем для семьи, и держать себя в хорошей форме, да? Если я, например, сам такой, знаете, «Э-э-э, ну чё, у меня такие классные условия сейчас, там муж обо мне заботится, ну чё, я ничего не буду делать, просто буду сидеть в сериал, смотреть каждый день, и всё, ничего не буду делать, всё. Читать не буду, учиться не буду, позже буду жрать и смотреть телевизор. Муж же добрый, он не требует от меня больше ничего, на работу не будет». И там, знаете, к 55 годам у меня уже начнутся первые признаки, там, я знаю, болезни Альцгеймера, я такая буду «Что-что? Как тебя зовут? Кто ты? Кто ты? Кто ты?» Да, забуду, как варить макароны, забуду, как зовут мужа, забуду, что он мой муж, потом вообще забуду, как жопу вытирать, понимаете, и упаду на плечи своего мужа, и он будет обо мне такой заботиться, понимаете, больненькой ногу на всю голову. Ну и тут то же самое. Да, я считаю, что супруги в браке должны заботиться о своём здоровье, из уважения друг к другу, особенно если люди нацелены идти рука об руку до конца жизни. А хорошо, когда вы можете вместе это делать, то есть вместе сохранять, поддерживать себя в хорошей форме. Вот сегодня пойдём на тренажёры, сгонять жары. Я, кстати, несмотря на то, что мне особо нечего сгонять, я в неплохой форме, я всё равно себя поддерживаю, я не филоний, то есть он занимается, я занимаюсь. Даже, может быть, я лучше занимаюсь, чем он, потому что он что-то бегает, знаете, от одного тренажёра к другому, и там и минуты не проведёт на одном тренажёре, но в чём эффективность тогда тренировки? В чём ещё плюс тут огромный, то, что не надо в зал куда-то записываться, потому что тут уличные тренажёры, достаточно хорошая площадка есть рядом, поблизости, далеко ходить не надо. Построили хорошую площадку с тренажёрами. Раньше её тут не было, и обычно в таких жилых комплексах современных всегда есть вот эти площадки с тренажёрами, а в таких вот квартальчиках старых не всегда. Не всегда. И это хорошо, что позаботились и о нас, и тут построили, потому что много живёт пожилых людей, пожилые тоже очень любят здесь заниматься, им куда-то в дальние дали идти, до этих тренажёров, это, конечно, какое-то, ну, свинство. Хорошо, что построили поблизости. Вот. Так что вот такая вот история, что на следующий месяц, потом попозже расскажу, это уже 22 минуты я болтаю. Пишите, как у вас дела, как проходит лето, какие у вас новости, какое настроение, что вообще как. Не знаю, не знаю, что ли. Итак, всех люблю, целую и пока-пока. Итак, я направляюсь в наш филиал, а до жарить рыбу можно ужин, вот так вот. Сейчас будет гарь, жарь, вонь, парь. Пошла. Сейчас переоденусь в топик, потом душ придётся принимать однозначно, потому что я с кухни всегда ухожу, просто с меня так. Жарко. Да, кстати, мне писали, типа, про кондиционер. У вас, наверное, кондиционер, что мало чего, как же так? Есть кондиционер, не охлаждает. У меня вот есть, я вообще включаю, кайфую. Комнат много. Кондиционеров на все комнаты не напасёшься. Как я уже говорила, один кондиционер, он в спальне, потому что мой муж вообще не может спать, когда жарко. Поэтому он выбрал расположение кондиционеров в спальне. Это был его выбор, не мой. В остальных комнатах нет, в остальных комнатах просто по вентилятору стоит, в таком витродуле вот такой вот. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ну, я думаю, все поднимают. Всё. Поэтому, как бы так, да, на все комнаты, извините, не наплесёшься в кондиционер. Может быть там со всеми, значит, с годами, с годами, там жить-жить-жить-жить-нажевать, это да. А так, мы семья молодожёнов, у нас и так дофига было всяких расходов. Вот. Поэтому пока речь не идёт об установке кондиционера в каждой комнате. Да. Итак, всем спасибо. Пока-пока. Смотрите, какая роскошная рыба получилась. Тётя возмущалась, гневалась, но делала, и делала хорошо. А запах просто божественный. Это какая-то простецкая такая рыба, но она мне очень нравится. Знаете, в ней крупные кости, их не очень много, и вкусное мясо, недорогая. Ну, по меркам Кореи, это такая самая недорогая рыба, но очень вкусная. Быстро готовится. Вот такая вот с овощами. Это такая немножко остренькая и пикантная, потому что я не планирую есть. Это для мужа. В кадре какой-то маленький кусок, на самом деле он большущий. Большой такой, кусище. Так, ну и рисик через 6 минут будет готов. Рисик. Да. Ой, боже мой. Али. Мастер.